Прежде всего, я не физик, я представитель оперирующего активно-онкурологического отделения. И я благодарен организаторам этой конференции за то, что мне пришлось вспомнить, в том числе и физику, и даже немножко химию. Дело в том, что действительно из семи возможных наиболее активно сейчас применяются три метода локального воздействия на опухоли почки. Рядом стоящий год, это год первой публикации, по крайней мере, по поиску в ПАБМЕДе. Глобальных отличий в эффекте, а именно в ожидаемом тумороцидном, у них нет. Методы могут использовать как высокочастотный переменный ток, электромагнитную энергию, либо сильные локализованные электрические поля. Что касается радиочастотной микроволновой криодеструкции, здесь необходимо размещение зонда, как вы уже знаете, по середине опухоли с возможным максимальным захватом периферии. Необратимая электропорация, которая используется при раке почки, достаточно редко имеет несколько другие моменты. Важно, что мы с вами как клиницисты, а в общем-то не патоморфологи и не биофизики, не биохимики, да практически не задумываемся о том, что происходит в тканях в момент того, когда мы подвергаем опухоль аблации. Да, мы видим где-то дым, где-то пузыри, где-то холодно и лед, но тем не менее. Вне понимания, пусть не детальных, но хотя бы на хорошем обывательском уровне механизма действия, достаточно сложно понять, почему в тот или иной промежуток времени могут возникать рецидивы, либо осложнения применяемых нами методов лечения. Почки-то ей все равно, мы с ней делаем то, что мы решили с ней делать. Несомненно, эффективность локальных методов воздействия доказана, и действительно в умелых руках при использовании хорошей аппаратуры она достигает очень хороших результатов и практически сопоставимых с резекциями почки. Момент, связанный с пятилетней общей выживаемостью в частности, иногда при применении методов локального воздействия выглядит хуже. Но вы сами понимаете, отчасти это обусловлено тем, что редко кто берет на методы локального воздействия людей с опытом 20-летнего здорового образа жизни. Это коморбидные больные. Что касается того, что интересно, что мы должны понимать и знать. Действительно, радиочастотная аблация, о которой мы все слышали, это по сути дела высокочастотные радиоволны с обязательным генератором переменного тока, и активным, и обязательно пассивным электродом. Генератор переменного тока с интересной частотой 500 кГц очень сильно возбуждает ионы, соответственно, возникает трение, и через 4-6 минут уже мы видим повышение температуры тела на активной только части электрода. Если достигается 105 градусов, это фактически центр. Мы это видели многие. Закипание, выпаривание, но при этом повышение импеданса ткани, что крайне сильно снижает эффективность, несмотря на то, что более-менее современные установки имеют так называемую влажную аблацию. Если будет 50 градусов, то это будет тоже прямое безвозвратное повреждение с денатурацией белка и острым коэгуляционным некрозом. 45 градусов и выше вызывают лишь сублетальные повреждения. Что касается микроволновой аблации, знаете, вроде бы одно и то же, радиочастотная, микроволновая, очень интересно. Тут принцип несколько другой. Это уже колеблющееся электромагнитное поле с высокой частотой. Воздействие на ткани вызывает то, что молекулы, находящиеся в тканях, начинают очень сильно вращаться, вы видите, с частотой от 2 до 5 миллиардов в секунду. В основном это вода. В результате силы трения кинетическая энергия преобразуется в тепловую и возникает достаточно сильный нагрев ткани. Что хорошо, что важно и что мы действительно иногда упускаем. Радиочастотная аблация отличается от микроволновой. И микроволновая, в отличие от РЧА, быстрее нагревает до высоких температур. Нет зависимости от импеданса тканей, поэтому мы можем работать и в костных структурах, и в воздушных структурах. Я имею ввиду ткани легкого, к примеру. И имеет значимо меньшую зависимость от теплоотведения, то есть эффект радиатора при наличии крупных сосудов или крайне хорошо кровоснабжающихся опухолей у микроволновой аблации меньше. Тем не менее, и радиочастотной аблации, и микроволновой аблации, и кривоаблации свойственны так называемый температурный градиент. То есть если мы берем идеальный, шары все говорят идеальный, если мы берем шар, в середине либо криозонд, либо антенна микроволновая, либо аппликатор РЧА, в середине горячо, либо холодно, дальше постепенное уменьшение температуры, что и называется градиентом. Криохирургия вещь более изученная, хотя бы потому, что фундаментальная криология, криобиология, это настолько интересные моменты, настолько глобальные фундаментальные исследования, и может быть благодаря этому крио и, может, мы можем так сказать, более популярно. Потому что чем больше ты знаешь, либо знание приносит тебе понимание процессов и дальнейшее использование методики, если знания подтверждают твои мысли, либо если результаты негативные, метод забывается. Здесь все достаточно проще. Действительно, контактное прямое охлаждение тканей, жидкий азот или аргон. Если охлаждаем быстро, кристаллы льда повреждают мембраны и другие необходимые жизненно важные клеткам структуры. Если замораживаем медленно, то клетки гибнут в основном за счет осматического шока. Также при повторении процедуры, соответственно, все эти процессы обладают большей гибельной способностью для клеток. Чем выгодную сторону крио отличается от РЧА и микроволновой аблации? И в случае РЧА, и в случае МВА, и в случае крио, так называемая схема или структура тканей с сохранением коллагенного каркаса сохраняется, но однозначно в пользу крио. Именно поэтому мы можем работать, конечно, с опаской, но работать вблизи крупных сосудов, вблизи чашечной лоханочной системы почки. Применительно к тому, что я видел своими глазами еще до 2000-х годов, мы промораживали стенки пола и вены, аорты, без последствий каких-то потом для этих крупных кровеносных сосудов. Однако большая достаточно зависимость от теплоотведения. И поэтому, если мы видим, что через опухоль проходит крупный сосуд, действительно, и он виден, может быть, надо подумать о двойном, тройном цикле замораживания от каких-то технических деталей. Дальше есть один аспект, который менее важен для гипертермических методов воздействия, но очень важен для крио. Вы все прекрасно знаете, это наше, наверное, светлое будущее, что холод может как убивать, так и сохранять. И это имеет актуальное значение. Почему? Потому что мы хотим убить, а клетки могут сохраниться. Так это или не так, однозначно ответить пока нельзя. Существуют интересные работы, связанные с тем, что различные по дифференцировке клетки имеют различную криочувствительность. В частности, стволовые клетки и клетки низкодифференцированные более стойки к охлаждению, в то время как по мере повышения дифференцировки клеток чувствительность криовоздействия увеличивается. Это тоже одно из перспективных направлений, с которыми мы должны работать. Дело в том, что локальные методы воздействия, о которых мы уже говорили, еще будем говорить дальше, действительно зарекомендовали себя как в некоторых случаях разумная альтернатива, как активному наблюдению, так и органно-сохраняющим методам лечения. Как каждый метод, который не используется подавляющим большинством, есть определенные задачи, но ни в коей мере не трудности и не проблемы. Температурный градиент, понимаете, нас опять подводит периферия. Если взять результаты проведенных манипуляций, мы понимаем, что периферия – это как раз основной источник рецидивов, что расстраивает врачей и расстраивает пациентов. Более того, отчасти есть сведения, что периферическая часть опухоли почки, в частности, содержит более низкодифференцированные клетки. Это я для чего? Если есть сомнения, может быть, не ограничиваться введением одного криозонда, даже если ты полагаешь, что он своим ледяным фронтом может перекрыть всю опухоль. Ну, поставьте три или поставьте два. Давайте добьем периферию. Что касается близости чейлос и ворот почки, все зависит от того, какой метод мы выбираем. Резистентность и чувствительность опухолей. Опять же, негомогенность опухоли как таковой – это однозначно продолжение новых исследований. Есть определенные жизненные задачи. Это в первую очередь хирургическое лобби. Да, это абсолютно нормальное явление. Никто не противопоставляет методы локального воздействия как однозначную альтернативу стандартам, которые используются сейчас. Ну, доживем, лет через 20 посмотрим, может быть, что-то изменится. Но на настоящий момент методы локального воздействия действительно должны быть рассмотрены не как патчерица, потому что зачастую на методы локального воздействия отправляются те, кому уже никто не хочет или не может помочь. Она должна рассматриваться как разумная альтернатива, разумная, ограниченная существующим методом лечения. И по возможности наши пациенты должны быть информированы о том, что есть это, это, это и то. Выбор в конечном счете за пациентом. А нам всем успехов. Благодарю за внимание.